В пятницу 18 марта Красноармейский городской голова Руслан Трибушкин, а также депутаты Красноармейского горсовета, посетили несколько учебных заведений города для инспектирования и выяснения острых наболевших вопросов. Одной из первых школ, куда приехали чиновники, стала общеобразовательная школа номер 12. Вы знаете, хочу сказать, что везде примерно вопросы проблемные одинаковые. Это видно отопление, это крыши и, конечно, отсутствие окон. То есть окна старые, где-то выпадают еще и стекла, и где-то они не открываются. Огромная потеря отсюда тепла. Мы понимаем, откуда перерасход. Поэтому в первую очередь будем решать самые проблемные вопросы, связанные с энергоэффективностью. Это окна, двери для того, чтобы можно было экономить тепло. Укреслили ряд вопросов, вернулись по допомогу. Это покривля, это замена векон, это подлога, которую нужно провести. Ну и, конечно, энергосберегающие технологии. Все это взято до уваги и мы надеемся на вырешение наших вопросов. К каждому учебному заведению будет выделено от 100 до 500 тысяч гривен для решения первоочередных вопросов. Распределение необходимых средств будет рассматриваться на очередной сессии городского совета. Впервые за многие годы в городе появился хозяин, который собрал депутатский корпус и начинает шевелить общество. В народе говорят, подложачий камень вода не течет. Вы понимаете, если вот этого шевеления не будет, один он никогда ничего не сделает. Мы пришли сейчас в очи, убедились, что школа действительно нуждается в энергоносителе, который теряется тепло. Для того, чтобы они не теряли, что надо утеплять, производить то, ремонт и так далее. После общеобразовательной школы номер 12 Руслан Валерьевич отправился с визитом в Красноармейскую многопрофильную гимназию. Мэр отметил, что это заведение имеет отличный внешний вид. Здесь установлены энергосберегающие окна, поэтому основной вопрос, в решении которого необходима помощь, это отопление. Для того, чтобы в течение года оно все-таки служило отопительного сезона качественно, потому что периодически здесь бывают порывы и приходится его ремонтировать. Однозначно здесь не хватает энергоэффективной задвижки, для того, чтобы на выходные и после того, как дети уходят со школы, можно было температуру опускать ниже и таким образом экономить тепло. Руководством услышано, увидено, лично просмотрено, где какие проблемы имеются и охотно, с удовольствием, видно, в удовольствии эти проблемы решаются. Обратили внимание на отопительную систему, и я думаю, будет этот вопрос решаться. Он один из главных сегодня у нас. Очень много делают родители, и на сегодняшний день мы поэтапно делаем ремонты каждый год. Но есть вопросы, которые, конечно же, требуют больших вложений. После таких визитов городской властью определены самые острые вопросы школьных учреждений. И теперь будут выделяться необходимые средства для их решения.